Беларусь-2 Региональный телеканал Беларусь-4 Гомель уже в эфире. 65 детей родилось в Гомельской области в Международный день мира. На Белорусском металлургическом заводе состоялось знаковое событие – введение в эксплуатацию нового мелкосортно-проволочного стана. Этот объект внесен в перечень важнейших проектов по созданию новых предприятий и производств, которые имеют определяющее значение для инновационного развития страны. Он является ключевым в программе модернизации БМЗ и одним из самых масштабных за всю историю предприятия. Благодаря модернизации, проведенной за последние два года, завод увеличил потенциал стали плавильного производства до 3 миллионов тонн в год. В ближайшее время годовой избыток блюма и заготовок составит около 700 тысяч тонн. Именно такой объем будет перерабатываться на новом стане. Проект по строительству цеха и организации производства сортового проката является ключевым в программе модернизации БМЗ на эту пятилетку и одним из самых масштабных за всю историю предприятия. Новый объект позволит осуществить полную переработку литой заготовки и блюма, а также переход на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Стан дает возможность увеличить ассортимент продукции при минимальной переналадке. Разработка технологического процесса и поставка оборудования занималась итальянская фирма «Даниели». Это один из лидеров именно в выпуске и проектировании оборудования металлургической продукции. Поэтому и на данном проекте были учтены самые современные разработки, последние модификации. Это высокопроизводительный, высокотехнологичный стран станц полностью с автоматизированным технологическим процессом. Президент Беларуси Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался состоянием дел на предприятии. В этом году экспорт продукции уменьшился на 15% по сравнению с прошлогодним результатом. Это связано с падением средней стоимости белорусской металлургической продукции и снижением спроса на нее. План по сбыту новой продукции уже разработан. 24% будет реализовываться в Беларуси. Остальная часть пойдет в Германию, Австрию, Нидерланды и другие страны. Налажены контакты с мировыми автомобильными компаниями. Глава государства дал старт работе стана, а во время встречи с коллективом отметил, что внимание прежде всего следует обратить на вопрос реализации. Даже не реализации, а цену. Сегодня в мире цены серьезно упали, в том числе и на вашу продукцию. Затратив почти 400 миллионов долларов на строительство этого цеха, нам надо возвращать кредит. И при такой низкой цене, и при такой высокой зарплате, как у вас, мы не можем обслуживать эти кредиты. Помочь с этим холдингу в первое время может выпуск долгосрочных облигаций. Проект соответствующего указа сейчас ожидает подписи главы государства. Однако президент требует ряда гарантий от банков, а от БМЗ – снижение себестоимости продукции. В идеале на 25%. Событие, которое определит развитие телерадиокомпании «Гомель» на ближайшие годы, также состоялось на минувшей неделе. В эфир впервые вышел новый региональный телеканал «Беларусь-4 Гомель». Вещание составит 17 часов в сутки. О первых минутах в эфире и обо всем, что происходило за кадром – наш следующий сюжет. 25 сентября, 6 часов утра. До начала эфира еще полчаса, но вся творческая бригада уже на своих рабочих местах. Диктору Наталье Игнатенко работать в прямом эфире не привыкать, но сейчас ответственность особенно высока. Перед самым началом работы нового регионального телеканала в центральную аппаратную заходит генеральный продюсер национальной государственной телерадиокомпании Кирилл Казаков. Начинается отсчет времени. Осталось 30 секунд, 20, 10. В 6 часов 30 минут начинается вещание нового регионального телеканала. «Беларусь-4 Гомель» сейчас можно увидеть в цифровом пакете и у кабельных операторов. Запуская канал «Беларусь-4», мы рассчитываем на то, что зрители в областях будут с интересом смотреть программы, которые делаются именно у них, у них в городе, у них в регионе. Ну а что касается вообще глобальной вещи, то можно размышлять так. «Белтель-радиокомпания» — это большой медиахолдинг, у которого сейчас 6 каналов. Запуская региональные каналы под единой кнопкой «Беларусь-4», мы добавляем еще 5. В итоге получается, что «Белтель-радиокомпания» — это компания, которая владеет 11 каналами на территории, которая называется Восточная Европа. История гомельского телевидения началась 58 лет назад. Первая передача вышла в эфир 31 декабря 1957 года. Именно эта дата и стала днем рождения гомельской телерадиокомпании. С тех пор здесь реализовали сотни проектов, которые пользовались популярностью у зрителей. Кстати, один из них — «Вечеринка по пятницам» — и стал основанием для принятия решения об открытии нового телеканала именно в пятницу. Почему бы новое хорошее дело не начать именно в пятницу? Тем более, что базовой программой нового телеканала «Беларусь-4» гомель будет аналогичная программа «Добрый вечер, гомель». И я надеюсь, что в этой программе будет много интересных гостей, много интересных людей, тех, которые живут рядом с нами, и им будет что рассказать. Потому что свой канал мы запускали прежде всего для жителей всей области. Телерадиокомпания «Гомель». Мы работаем для вас. Открытие нового регионального телеканала — логическое продолжение всей предыдущей деятельности телерадиокомпании «Гомель». За последние годы здесь создана хорошая производственная база, но всё вещание ограничивалось в основном несколькими часами на канале «Беларусь-2». Сейчас зрителям предложат ряд новых проектов социально-экономической, культурной, спортивной и правоохранительной тематики. А также ток-шоу с компетентными специалистами и прямые телевизионные трансляции массовых мероприятий. Всегда рождение — это, конечно, появление чего-то или кого-то нового. Сегодня Гомельская область получает совершенно великолепный подарок, который, я буду уверена, в том, что гомельские зрители оценят по достоинству. Потому что те программы, которые сегодня идут с гомельского телевидения, конечно же, востребованы нашим зрителям. И думаю, то, что сегодня рождение нового канала «Беларусь-4» Гомель станет достойным подарком для гомельчан, жителей всей гомельщины и, конечно, гостей нашего региона. Среди проектов, реализация которых уже началась, — «Добрый вечер, Гомель». В часовой программе разговор на актуальные темы и знакомство с разными людьми — учителями, медиками, художниками, артистами. В перспективе зрители увидят также программу для детей и узнают, чем живёт каждый район. «Беларусь-4» Гомель — это 17 часов ежедневного эфира в разработке около 10 оригинальных проектов плюс по 6 информационных программ в течение всего дня. Всё о жизни региона на новом канале. Гомельская область практически готова к работе в осенне-зимний период. При этом особое внимание уделено ещё более экономному использованию топливно-энергетических ресурсов. Как отмечено на заседании Гомельского облсполкома, соответствующая работа в регионе находится под постоянным контролем отраслевых и территориальных органов управления. Таким образом, основные работы по подготовке к очередному осенне-зимнему периоду на Гомельщине можно считать завершёнными. Где-то, правда, ещё продолжается замена тепловых сетей. Но, как уверяют представители коммунальных служб, к началу отопительного сезона они выполнят запланированное в полном объёме. Хотя только модернизации теплотрасс в этом году не ограничились. И надёжность работы электрических сетей повышали, и котельные в порядок приводили, и песчано-соляную смесь заготавливали. Работы велись на более чем 55 направлениях. Основные направления, если выделять так, это подготовка жилого фонда, также замена тепловых сетей, ну и модернизация теплоисточников. Среди запланированных мероприятий заготовки местных видов топлива особое внимание. Каких-то специальных плантаций для этих целей в Гомельской области нет. Но древесины, которые непригодны для промышленной переработки, хватает. Запасы топливной щепы, например, сейчас на 5% больше запланированного. Дров вообще на четверть. По большому счёту, это не только позволит сэкономить другие энергоносители, но и создаст своеобразную подушку безопасности на случай недостатка того же природного газа. Предусмотрены и возможные аварийные ситуации, которые могут быть вызваны природными катаклизмами. Вырублены деревья, которые находятся рядом с линиями электропередач. Подготовлены передвижные автономные генераторы. Зимой, конечно, может случиться всякое, но в этом году в Гомельской области принят ряд мер, призванных минимизировать все возможные проблемы. В подтверждение этому, паспорта готовности получили практически все источники и потребители тепловой энергии. Что касается разреза региона, хотелось бы отметить, что Гомельская область занимает лидирующую позицию в данном показателе, хотя получение паспорта готовности ни в коем разе не влияет на качество подготовки к предстоящему отопительному сезону, потому что, скажем так, энергонадзор Гомельской области – один из принципиальных энергонадзоров республики. Областное отделение Белорусского фонда мира в восьмой раз провело традиционную акцию «Дитя мира». Активисты организации поздравили матерей, чьи дети появились на свет 21 сентября в Международный день мира. В этом году родились 65 малышей, а за все годы проведения акции «Свидетельство о Дитя мира» получили почти 400 юных жителей региона. Благотворительная акция «Дитя мира» была учреждена 9 лет назад. Почетный статус присваивается всем новорожденным, которые появились на свет 21 сентября. Свидетельство «Дитей мира» получили матери маленьких гомельчан, а еще цветы и материальную помощь. В масштабах области на проведение акции в этом году направили 34 миллиона. Задача какая цель? Ну, во-первых, чтобы, когда дети подрастут, мы им же выдаем свидетельство, они знали, что они «Дитя мира». И этим самым они себя будут и лучше вести, и лучше учиться, и так далее, и так далее. А когда я стану взрослыми, конечно, они же будут делать все, чтобы действительно был мир, дружба между, во-первых, там, где они живут, и в целом на планете. Это несколько обязывает. Конечно, мы не решим этим вопросом полностью, но какую-то энную долю мы будем способствовать вот именно миролюбию, которое должно быть среди людей. Вопреки прогнозам врачей, Семен появился на свет немного раньше, как раз 21 сентября, и получил статус «Дитя мира». Ребенок по счету первый, долгожданный. Большое спасибо за помощь. Деньги, наверное, потратим, пеленки, распашонки. В целом, за годы проведения акции в международный праздник на Гомельщине родились и имеют миротворческие свидетельства 397 детей. Особенно урожейным оказался именно 2015-й. Статус «Дитя мира» в области получили более шести новорожденных. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Александр Гамоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова